Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Уильям Брэдфорд, американский художник, романтик, фотограф, исследователь, родом из штата Массачусет, который родился далеко от города Нью-Бэтфорд. Художник-самоучка, посвятивший свою жизнь воспеванию величественных пейзажей Арктики. Я беру данные из википедии и картины, которые я нашел в интернете. Нью-Бэтфорд, город, который был недалеко от места разведения художника, является главным портом китобойного промысла США. Парусные суда, китобойные корабли, судостроительство, рассказы о морских путешествиях, охоте на китов, сцены портовой жизни. Все это окружало мальчика с самого раннего детства. Его родители занимались торговлей и, в общем, не видели никаких перспектив занятий с живописью своего сына. Настояли, чтобы Брэдфорд закончил коммерческий колледж, занялся семейным бизнесом, и вскоре он стал клерком в отцовском магазине. Но все же Брэдфорд не забросил мечты о живописи, занялся ее изучением, самостоятельно копируя иллюстрации Джеймса Гамильтона, эскизы, картины из книг, где его особенно привлекали английские художники-маринисты. Через некоторое время бизнес Брэдфордов обанкротился. С этого момента Уильям полностью посвятил себя живописи. Открыл собственную студию с видом на гавань. Для получения доходов на содержание семьи он берет заказы на картины с изображением кораблей морских пейзажей. Обучается у художника-мариниста-голландца Альберта Ван Бест. Для этого он едет в Бостон, а затем снова возвращается в Мью-Бетфорд. Благодаря влиянию голландца Брэдфорд берется за более сложные масштабные работы, изображая регаты, терпящие бедствия корабли, отачивая живописное мастерство. Совершает несколько поезд по канадской провинции Лабрадор в поиске вдохновения для изучения живописных районов Североатлантики. Совершает ежегодные путешествия по побережью Новой Шотландии, Ньюфаундленда, Лабрадора. Цель поезда – рисование с натурой айсбергов и арктических пейзажей. В 1869 году организовал и провел свое самое масштабное арт-путешествие, пройдя далеко на север, в район Гренландии и в остров Баффин на зафрактованном шотландском судне «Пантера». В состав группы вошли два фотографа – Данмор и Кричерсон. В течение двух недель после того, как их корабль сел на мель, Брэдфорд делает наброски и эскизы их северных пейзажей, а совместно со спутниками – фотографии. Когда вернулся из путешествия, привез коллекцию арктических эскизов и фотографий, с которыми путешествовал по США, читая лек. Два альбома фотографий хранятся в Вашингтоне в отделе стампов и фотографий в библиотеке Конгресса. В Лондоне он знакомится поэтом Альфредом Теннисоном и Джейн Франклин, женой известного полярного исследования. Ну и как результат, несколько его картин приобретает английская аристократия, в том числе британская королева Виктория. Одна из картин «Пантера в заливе Мелвей» украсила библиотеку Инсдорского замка и выставлена в Королеве Академии Искусств в Лондоне. Сам автор получил награду «Художник полярного мира». Возвращается в США, открывает студию в Нью-Йорке и Сан-Франциско, где работает над совершенствованием художественного стиля. Становится членом Нью-Йоркской Академии дизайна и сотрудничает с представителями группы художников-пейзажистов так называемой школы реки Гудзон. К концу жизни художника интерес к его работам постепенно стал угасать. Умер он 25 апреля 1892 года. Ну и в заключение надо сказать, что уникальность Уильяма Брэдфорда как художника состоит в поиске цветовых решений, способных передать изменчивость неба, воды, цвета айсбергов, а также темы арктического пейзажа, который он открыл для всего мира. Все, всем пока, всем привет. Сегодня мы узнали немножко о Уильямом Брэдд, американском художнике, романтике, фотографе и исследователе родом из штата Массачусетс. Все, всем пока, всем привет, до свидания.